Итак, пишем нечто страшное. f от x равно 1 плюс x плюс x квадрат на 2 факториал. Ну ладно, я напомню, n факториал это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на так далее и так далее вплоть до n. То есть произведение подряд идущих натуральных чисел от 1 до n играет очень важную роль в комбинаторике, математическом анализе, линейной алгебры и вообще везде. Вообще математики. Очень-очень важное понятие n факториал. Вот. Ну, на самом деле мы же занимались уже биномом Ньютона, который, кстати, нам пригодится сейчас. Мы сейчас им воспользуемся, но чуть позже. Итак, а в биноми Ньютона возникали биномиальные коэффициенты, которые выражались через факториалы. Итак, продолжаем. Плюс x в кубе на 3 факториал, плюс x в четвертой на 4 факториал, плюс так далее. Значит, сейчас я вам эскизно расскажу, как высокая математика поступает вот с этим выражением. То есть я утверждаю следующее, что при каждом значении x, вообще при любом, в том числе комплексном, при любом, при любом x из более комплексных чисел, вот этот вот ряд сходится. Что значит ряд сходится? Что значит сходится? Ну, это вот что означает. Я беру часть, вот 1 плюс x, да? Ну, я нарисую какой-нибудь там на вещественной оси график. Если я буду рассматривать комплексный график, то нам нужно в четырехмерной пространстве немножко вылезти. Это не так просто, но, может быть, за несколько лет общения с математикой выработаться привычка представлять себе графики комплексно-значных функций. Но пока я примерно объясню, что происходит на примере вещественных чисел, для комплексных будет примерно то же самое. Итак, вот я рисую вначале единицу, да, единицу, но я не буду рисовать график функции f равно единице. Дальше я рисую 1 плюс x, вот там такой, да? Дальше я прибавляю к 1 плюс x параболу x квадрат пополам. Вот у меня следующий график, он как-то, значит, да, 1 плюс x, значит, извините, она вот здесь проходит, вот она. Ну, конечно, она должна же пройти через точку 0,1. Дальше, значит, я прибавляю к ней параболу. Вот это, значит, получается парабола, которая, конечно, у нас изогнется там вверх. Дальше я прибавляю кубическую параболу x кубина 6. Ну, и там где-то она будет, будет большое расхождение где-то там на бесконечности, допустим, что-то такое будет происходить на бесконечности. Но вблизи график вот этот вот от этого будет отличаться уже довольно мало. Дальше я возьму x четвертый на 24. Смотрите, что такое 24. Это очень большое число, поэтому где-то в пределах от минус до плюс единицы, вот здесь x четвертый тоже заключено между плюс и минус, ну, между нулем и единицей. И если я поделю на 24 его, то здесь будет совсем небольшое отличие от предыдущих графиков. А вот далеко там, вдали, будет оно очень большим. Ну, вот если я выделю некоторую окрестность, скажем, от минус единицы до единицы, и буду рассматривать поведение функций вот такой, потом такой, потом вот такой, игнорируя все последующее, то окажется, что графики стабилизируются постепенно. То есть каждый следующий график, x пятый, там делить на 120, ну, это вообще в пределах одной 120, да, все будет изменение. То есть постепенно график стабилизируется, и имеется как бы предельное положение вот этого графика. То есть мы каждый раз добавляем очередной вот этот вот маном, но у него со страшной скоростью растет знаменатель. x пятый делится на 5 факториал, потом x шестой вообще на 720 делится, да, уже там десятый маном будет делиться на 10 факториалов, страшное число там в районе нескольких миллиардов. поэтому уже никаких существенных изменений формы графика, который будет получен у нас в результате этих слагаемых, не будет. И в дальнейшем он уже будет, ну, как бы незначительный, он будет меняться так, что мы это даже не заметим. Мы говорим о сходимости ряда таким образом, мы говорим, ряд сходится. Ну, в принципе, что такое ряд сходится? Это значит, что при любом значении x можно задаться какой угодно точностью, произвольной, какой хотите, скажем, с точностью до одной миллиардной или с точностью до одной триллионной, любой степенью точности. Всегда можно указать такой момент, что если вы проигнорируете все остальные слагаемые в бесконечной сумме, конечная сумма предыдущих слагаемых будет ближе, чем на одну миллиардную к итогу, к какому-то вот числу, которое мы тогда и назовем суммой ряда. Вот, то есть стабилизируются, они стабилизируются, они меняются уже настолько мало, что, ну, вот как бы потом мы будем смотреть, как вот это значение, оно гуляет, 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 все, и оно все с большей точностью попадает в какую-то точку прямой. Вот, ну, вот эта точка прямой, да, она называется суммой ряда при данном х. А утверждение заключается в том, что какое бы ни было х, даже очень большое, скажем, х равно, там, пять тысяч. Ну, что такое пять тысяч? Вы представляете, как быстро растет там х? Вот пять тысяч в кубе, пять тысяч в четвертой, пять тысяч в пятой. Это огромные числа. И кажется, ну, как знаменатель их же не убивает. Это мы рассмотрели участок, это кривой между минус единицей и единицей. И сказали, ну, да, между минус единицей и единицей, вот эти все меньше единицы, поэтому понятно, что это все сходится. Но как же можно себе представить, что там, скажем, х в степени, вот этот пять тысяч в степени, там, миллион, делить на миллион факториал, на миллион факториал, это число уже довольно маленькое. А пять тысяч в миллион первой степени делить на миллион один факториал еще меньше. И они неограниченно вот так приближаются к нулю, причем они настолько быстро стремятся к нулю, что сумма вот этих всех членов образует сходящийся ряд. То есть он стабилизируется, он не уходит в бесконечности. Но заметьте, что числитель умножился на пять тысяч, а знаменатель-то умножился на миллион с лишним, на миллион один. То есть уже начиная с момента, когда мы пять тысяч возводим в пять тысячную степень и делим на пять тысяч факториал, в следующий раз число, вот это число, конечно, огромное, сильно-сильно больше единицы. Чудовищное гигантское число. Здесь идет произведение в числителе. Пять тысяч экземпляров числа пять тысяч, да? Вот, и так далее, и так далее. Вот так вот они идут, идут друг за другом пять тысяч раз. А внизу идет один умножить на два, умножить на три и так далее. И только в самом-самом конце мы умножили на пять тысяч. Но дальше, дорогие друзья, то, что наверху продолжит умножаться на пять тысяч, а то, что внизу станет умножаться на пять тысяч, один. На пять тысяч два. И все, эта дробь поедет вниз. Вначале медленно-медленно поедет. Но к моменту вот таких чисел она будет ехать каждый раз. Уже там, вот скажем, вот здесь уже каждый раз в 200 раз уменьшается. Но так как в дальнейшем еще предстоит бесконечное количество уменьшений, то ясно, что в конце концов эта дробь все равно будет неограниченно приближаться к нулю, причем со всеускоряющимся темпом. Ну и на основании вот этого вот замечания оказывается, что какое бы х ни выбрать, в конце концов все оставшиеся маномы не будут иметь значения никакого. То есть этот ряд всегда сходится при любом х. Ну тогда мы уже можем четко сказать, что этот ряд определяет некоторое значение функции f. То есть при каждом значении х существует какое-то значение f от х. В курсе математического анализа будет объяснено, что вот такие вот бесконечные многочлены, которые я назвал ряды, ну, собственно, их все называют ряды. Вот я здесь взял коэффициенты какие? А0 равно 1, А1 равно 1, А2 равно 1 на 2 вкатериал, А3 равно 1 на 3 вкатериал и так далее. Но, в принципе, можно написать вот такое выражение при произвольных вот этих вот А0, А1, А2, то есть взять произвольную последовательность А0, А1, А2 и так далее, и как бы ее поженить на последовательность 1х, х квадрат, х кубе и так далее. То есть перемножить друг на друга и сложить, как говорят, скалярное произведение взять на математическом языке. и сложить вот так, значит, скалярное произведение этих двух вот таких бесконечных последовательностей, где одна из этих последовательностей фиксирована раз и навсегда. И эта последовательность, состоящая из целых положительных степеней независимой переменной. 1х, х квадрат, х кубе и так далее. А вот здесь можно поставить что угодно. И на основании вот этих вот данных можно образовать вот такой ряд. Вот, теперь уже неверно, что при любом х эта сумма будет что-то определять. Ну вот, например, если все А равны единице, у нас получается такая сумма. 1 плюс х плюс х квадрат плюс так далее. Это геометрическая прогрессия, которая, как известно, равна 1 разделить на 1 минус х, но только для х меньших единицы по модулю. Мы не можем подставить сюда, например, х равное единице. Мы сразу уедем в бесконечность. Будет 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1, плюс 1. Ну, будет постепенно и постепенно и постепенно расти к бесконечности. Это значение ряда. То есть сходимости не будет. И для любых вообще х больших единиц, у нас даже вот этот вот, сам вот этот вот член ряда, он к нулю не устремляется. Поэтому о том, чтобы сумма к чему-то устремлялась, уже не может идти даже речи. Но в том диапазоне, в котором у нас есть сходимость, с вот такими вот рядами, можно делать все то же самое, что с многочленами. Умножать друг на друга по обычным правилам, брать производные от них, интегрировать все, что хотите. Все, что делают в математическом анализе, в матоне, с многочленами, можно делать вот с этими расширенными многочленами, которые называются рядами. Отдельная большая тема в математическом анализе — теория рядов и корректные операции с рядами. Но пока нам нужно только этот ряд исследовать. Произвольные ряды вы изучите в университетах. А мы будем изучать этот. Я просто хочу сказать, что из-за того, что он сходится при любом х вообще, абсолютно любом, с ним можно делать все, что угодно, где угодно. На любом диапазоне взять производную, умножить на любой такой же, где угодно, сходящийся ряд. Что хотите, то и делайте. Это будут разрешенные операции, так же, как были разрешены над многочленами. Для чем я все это сказал? Я все это сказал для того, чтобы взять производную от этого ряда, а также проверить соотношение f от x плюс y равно f от x умножить на f от y. Итак, проще взять производную. Смотрите, фокус-мокус. f штрих от x. Чему равно? Ну, надо уметь, конечно, взять, надо уметь брать производные от вот таких вот маномчиков. Чему равна производная от x в n? Ну, по-моему, сейчас даже в школе этому учат. В любом случае это в любом учебнике написано. Поэтому это и n на x в n минус 1, я просто отмечу это. И буду этим пользоваться. То есть там x квадрат штрих равно 2x, x кубич штрих равно 3x квадрат и так далее. Вот. Значит, тогда это сгорит. Производная от константы равна нулю. Производная от x равна единице. От x квадрат пополам равна 2x делить на 2 факториал. Но 2x сократится и останется x. Дальше. Что дальше? Дальше x кубич штрих равно 3x квадрат. И при делении на 3 факториал возникает какой эффект? 3x квадрат делить на 3 факториал. То есть это x квадрат делить на 2 факториал. Видите, какая возникает штука? Что здесь появляется вот так. x квадрат деленный на 2 факториал. О, как интересно. А дальше? А x четвертый штрих это что такое? Это 4x кубич. И мы делим на 4 факториал. Но 4 факториал это 4 умножить на 3 факториал. Правда ведь? 4 сокращается, поэтому чудесным образом производная от написанного равна самой функции. Вот. Это надо отметить. Это надо обязательно отметить. Вот оно. Производная. Ну, в частности, конечно, из этого следует что? Что производная в нуле f' от нуля равно единице. Потому что в нуле вот эти все равны нулю. И они никакого вклада не дают. Поэтому прежде всего мы видим, что f' от нуля равно единице. А кроме того, мы видим некоторую очень интересную и странную деталь. что f' равно f. я сейчас сделаю следующее. Я докажу, во-первых, что наша функция принадлежит, так сказать, классу экспонент, то есть удовлетворяет вот этому функциональному уравнению. А потом я покажу, что вообще еще до всего, до того, как я начал изучать такие функции, убедился в том, что они являются экспонентами, я выведу, что из вот этого вот функционального уравнения с необходимостью следует, что производная функции пропорциональна ей самой. Это надо понимать. Конечно, это можно вывести из последующего анализа самой экспонента и все. Но на самом деле это настолько часто появляется в других главах математики, что лучше понимать механизм возникновения этого. Механизм заложен в этот закон. И, наверное, давайте, так как у нас осталось на доске мало места, я с этого и начну. Я покажу, что на самом деле никакой ошибки нет, что вот то, что произошло, f' равно f, это лишь свидетельство вот этого равенства, но равенство я, конечно, потом тоже проверю. То есть я проверю равенство, а сейчас я из этого равенства выведу вот это вот, и мы таким образом как бы замкнем круг, да? Мы проверили, взяв производную, что это верно, что f' от x равно f от x. Дальше мы проверим это, а сейчас я выведу, что на самом деле, вот если бы мы уже знали, что это верно, это тоже должно быть верно. Единственное, что омегу надо подбирать как-то. Вот омега это как раз, омега это на самом деле как раз тот самый коэффициент, это коэффициент, который, значит, если он равен единице, если он равен единице, да? То тогда получается, что функция именно e в степени x, а не какое-то другое а в степени x. А почему? Почему я так могу быть в этом уверен? Потому что из того, что производная в нуле, в частности, равна омега умножить на f от нуля, следует что? Что производная в нуле равна омега, потому что f от нуля это а в степени ноль. Это вот наше значение, экспоненты а в степени ноль всегда равно единице, поэтому если мы сюда подставим произвольную экспоненту а в степени x, то у нас получится, что производная от нее равна произведению некоторого числа на нее саму. Но если мы теперь подставим x равна единице, то мы получим, что справа стоит омега. Поэтому, значит, у нас, поэтому и получается, что омега это и есть производная экспоненты в нуле. Следовательно, омега равна единице соответствует е в степени x. Опять мы здесь это видим. Здесь у нас омега равна единице. Мы получили в точности значение функции, а не умноженное на что-то. А, следовательно, эта функция, ну, как будто она у нас производная в нуле равна единице, значит, это именно е в степени x, а не что-то другое в степени x. Вот. Поэтому нам осталось, значит, нам осталось два шага. Проверить эту формулу и вывести вот эту формулу из нее для закрепления понимания. Начинаю с этого. Там будет один момент, совсем маленький момент, который все равно потребует на самом деле, потребует выведения этой формулы и потребует обращения к формуле для производной, которую мы получили. Смотрите, что такое производная? Что такое производная в какой-то точке x, в произвольной? Вот есть график, мы хотим вычислить производную в некоторые точки. Давайте откроем карты, ну, просто давайте посмотрим, чему она должна быть равна. Вот я хочу, чтобы мы выяснили, чему этот угол равен, точнее его тангенс, отношение вот этого вот к этому, тангенс. Но я не знаю расположение, это прямое, я только знаю, что оно касается нашего графика. Она касается графика. Я хочу понять, как можно было бы вычислить тангенс этого угла. А давайте просто приблизим. Вот, скажем, возьмем какую-то точку, вот у нас точка x, возьмем точку, там, x плюс, там, x плюс и эпсилон, не сильно отличающуюся от x. И посмотрим, если x плюс и эпсилон не сильно отличается от x, то вроде как этот график, да, вот этот касательный, она должна довольно близко повторять очертания, вот эта прямая должна близко повторять очертания самого графика. А следовательно, отношение вот этого к этому, который мы ищем, примерно равно отношению вот этого к этому. Ну, примерность в этот момент еще весьма условная. Вон, на такой большой кусок отличается. А вот если мы еще ближе подойдем, тут уже примерность будет более четкая. Тут искомый угол, вот он, а отличающийся от него угол по щитной по графику, это вот чуть-чуть-чуть уже отличается. Ну и в пределе он совпадет, то есть функция имеет производную по определению тогда, когда у нас, когда вот предел таких выражений, отношение вот этого вот, к вот этому катетам будет равен, будет равен вот этому отношению, то есть когда угол, угол в пределе стремится к тому, который нам нужен. Давайте тогда попробуем записать, что же это такое. Чему равно вот это вот, чему равна эта длина? Вот здесь значение в точке x плюс ε функции, то есть f от x плюс ε, а здесь, а здесь значение функции в точке x, очевидно. То есть если мы сюда это все переведем на, как бы спроекцируем на ось ординат. Мы получим и f от x плюс ε в этой точке, и f от x в этой, поэтому это разница f от x плюс ε на f от x. А делим мы на что? Делим мы на длину вот этого вот маленького отрезочка, но это x плюс ε минус x, то есть это просто ε. Ну и теперь нужно что? Нужно как бы устремить ε к нулю, то есть нужно, грубо говоря, нам надо подставить ε равное нулю, но непосредственно так сделать нельзя, потому что и внизу, и вверху будет ноль, поэтому надо рассмотреть значение ε, сколь угодно мало, и чем ближе к нулю вы рассмотрите значение ε, тем ближе к желаемому вам углу, тангенса угла, получится это выражение. Вот это называется словом предел, то есть предел. При стремлении к нулю это выражение уже стремится прямо вот к требуемой вам производной, к тангенсу угла наклона касательной. Ну хорошо, что я теперь делаю? Я, конечно же, пользуюсь функциональным соотношением, поэтому я пишу, что это предел. При ε стремиться к нулю, чего? f от x умножить на f от ε минус f от x, и все это делить на ε. Что замечательно, это то, что у нас есть множитель, от ε никак не зависящий, и следовательно, согласно общим правилам общения с пределами, которые обсуждаются и артикулируются в любой книжке по математическому анализу, можно этот f от x выбросить за знак предельного перехода. То есть предел некоторого выражения, умноженного на одно и то же число, конечно же, равен пределу самого выражения, после чего по множенному на это число. То есть число можно за знак предела вынести, и получится что? Получится f от ε минус 1 делить на ε. А что это такое? Тогда вот это вот вообще не зависит от x никак. У этого выражения зависимости от x нет. Просто число. Единственное, надо доказать существование этого числа. А что это за число? А это производная функции в нуле, потому что единица это f от нуля, и строго по определению, это просто ровно производная этой функции в нуле, больше ничего. Поэтому вот это вот уравнение мы вывели, что f штрих равно f умножить на некоторую одну и ту же величину, вот это вот ω, в условиях, что такая функция дифференцируема. То есть что экспоненты, эти функции являются дифференцируемыми. Но это мы на самом деле уже проверили здесь. Вот мы взяли производную, то есть из общих теорем математического анализа следует, что производные существуют, и их можно выписать. Поэтому производная в нуле существует. Если мы ее обозначим за омега, мы получим это уравнение. И все. Поэтому эти два свойства, вот такое функциональное уравнение и вот такое дифференциальное уравнение, как говорят физики. На самом деле для физиков экспонента чрезвычайно важна, потому что что такое экспонента вот в этих терминах? Скорость роста функции пропорциональна ей самой. Вспомните наши водоросли. Размножение водорослей, прирост водорослей, пропорциональна количеству водорослей. А у людей что, не так что ли? Тысяча человек, прирост 15 детей. Миллион человек, прирост 15 тысяч. Ну в среднем, конечно. Но в среднем так. То есть, так как люди в среднем размножаются с примерно одинаковой скоростью, скажем так. Ну там, конечно, это зависит от народа, от каких-то специфических условий, но внутри какой-то большой вот одной и той же однородной выборки, ну примерно один и тот же есть показатель рождаемости. И просто нужно умножать на количество людей. То есть, сколько новых людей появилось, это сколько было старых умножить на какую-то константу. И вот вам, пожалуйста, аевштрих это и есть, сколько новых людей появилось, насколько быстро растет население. Пропорционально чему? Да самому населению пропорционально. Поэтому в биологии, значит, в антропологии, где угодно, у нас появляются экспоненты просто, ну на гора, они сами, они сами выскативают отовсюду. В физике, например, экспоненты сразу же можно сказать навскидку, что является экспонентой в окружающем нас мире. Давление на данной высоте, в зависимости от высоты. После того, как выписывается уравнение, как определить давление, сразу выпадает уравнение, что давление пропорционально плотности. То есть давление, точнее, давление на данной высоте, у нас есть столб воздуха над нами, и изменение давления, если мы немножко сдвинемся наверх, как раз пропорционально давлению в этой точке. Если здесь было сильное давление, то мы сильно уменьшаем его, когда поднимаемся наверх. А если здесь было давление небольшое, уже разрежено сильно, воздух сильно разрежен, то небольшой сдвиг не сильно изменит давление. Когда записать это в строго физических терминах, мы опять получаем такое уравнение. В этом суть экспонента. Экспонента описывает очень много фундаментальных процессов в природе. В природе, в обществе, в общем-то, математическое моделирование в большой степени на ней основано. А я показал, что оно выводится из основного функционального уравнения. В следующий раз мы проверим это функциональное уравнение для такого выражения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok